Девушки отдыхают На честь произносить со сцены Такие имена Андрей Вознесенский, Андрей Миронов Раймонд Пауз Три мастера, одна песня Полюбите пианиста Хоть он с виду Неказистый Не имеет Звания До сих пор Не спешите Разрыдаться Жизнь Полна Импровизаций Гениальным Может быть Топер Черный клавиш Белый клавиш Все, что было Не поправишь Он еще пока Не рифтер И еще пока Не лист Вы любите Пианиста Быстро-быстро Очень быстро С отременной Музыки Девизм Но однажды Вдруг возникла Чемпионка Мотоцикла Забежала в зал Без всяких дел И сказала Завтра Райли Догоните На рояле И рояль За ней Подлетел И взлетел Он на рояле Нажимаем на педали У рояля Есть одно Есть одно Одно крыло Все машины Поотстали Чемпионы Все отбали И летел Он на рояле Над лесами Над полями Жми пиани Жми Плачь пианист Плачь Пой пианист Пой Ты взял пыль Жми пиани Плачь пианист Плачь Пой пианист Пой Ты взял пыль И летел Он на рояле Нажимаем на педали У рояля Есть одно Есть одно Одно крыло Все машины Поотстали Чемпионы Все отбали И летел Он на рояле Над лесами Над полями Жми пиани Не жми, плачь, пианист, плачь, ой, пианист, пой! Жми, пианист, жми, плачь, пианист, плачь, ой, пианист, пой! Полюбите пианиста, закажите вас смехиста И летайте ночью на полёс Не спешите удивляться Жизнь полна импровизаций С ним в оркестре конщица поёт Наша любовь к певице Алле Пугачёвой горяча и верна А песня какая сегодня, старый дом В ткань текста органично вплелись и другие популярные мелодии Получается настоящий песенный дивертисмент Слова принадлежат поэту Илье Резнику А музыку написала сама певица Алла Пугачёва Вот плывёт из детства дом, мой старый дом Где мне пела песни бабка под окном Жизнь куда-то мчится Но над головой Всё-всё-всё кружится Шарик голубой В той песне тайное Тайное, тайное, тайное И удалое, и печальное Мотив её несложный Ну как тогда меня тревожит её Со мною вместе Пой, 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 пой Дорогой длинною До ночи лунною До спеть с ней тою Чтоб налетить за меня Да с той старинною До себя струною Чтоб полноча Так мучила меня Вот плывёт из детства Дом, мой старый дом Где мне пела песни бабка под окном Мир, большой оркестр И каждый в нём струна И хорошей песни Жизнь у нас полна В той песне Тайное, тайное, тайное И удалое, и печальное Мотив её несложный Ну как тогда меня тревожит Её со мною вместе Пой, пой, пой 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 Полон Пожилей, душа моя Засновушка Молодей с тобой Врачи и больные с античных времен Это была отличная тема для театральной шутки Тут у нас не просто доктор, а еще и крупный специалист в самой непредсказуемой области Догадаетесь в какой? Посмотрите запись знаменитого трио, родившегося еще во времена развитого социализма Автор Михаил Жванецкий исполняет прославленный дуэт Роман Карцев и Виктор Ильченко Мария Ивановна Пожалуйста, согревающий компресс на это место и ванночки Если не поможет, будем это место удалять Следующий Здравствуйте, доктор Здрасте Доктор, я вас очень прошу, помогите мне Я уже в этом не могу ходить Что-что? Ну посмотрите, я уже три года воношу Да, ну и что? Шейте мне костюм Что-что? Костюм для меня, я вас очень прошу Сколько скажетесь, столько и будет Я хирург, я даже не психиатр Я понимаю, доктор Я с самого раннего утра вас ищу Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки-ноги отсохли Это Р, а это Ш, это все что угодно, но это не Ш, а тем более не Р Ну какой это Р, а тем более Ш, а тем более Ну что это Р, а тем более Ш, а тем более Это поликлиника Я знаю Хирургическое отделение Я понимаю Я врач Очень хорошо, я тоже охранник, я знаю, что такое БХС Материал у меня с собой Бельц Очень оригинальная расцветка Хотите посмотреть? Слушайте, вы нормальный человек? Конечно Я врач Это поликлиника, больные, приемный покой, операционный Доктор, доктор, я вас много времени не отниму Однобортный, с обшитыми пуговицами и жилетку Троечку такую, троечку Троечку Там ничего нет Как вы сюда проникли? Вы сказали, что вы больной Ну а как же иначе? Вон отсюда Только брюки 24 Быстро Наискось Дверь с той стороны Карманы врезные Я милицию позову Запишите, забудете Послушайте, у меня обход А потом рентген Я же не дурак, доктор, я все понимаю Я сам у раннего утра вас ищу Он мне записал адрес таким почерком, чтобы мне руки-ноги отсохли Это Р, а это Ш Доктор Материал у меня с собой Подкладка моя Вам только раскроить и застрочить Ну Для вас же это пустяки, доктор Я врач У меня диплом врача Понимаю, понимаем Не умею шить костюмы Ну войдите в мое положение Я уже в этом не могу ходить Я никогда не нашел костюмы Я понимаю, понимаю У меня обход, рентген, консультации, травмы, переломы, симпозиум Ну а что я могу сделать? Материал у вас с собой 25-го на примерку Хорошо Только запишитесь на прием без этих штук Пускай на вас заведут карточку в регистратуре Скажете, что у вас правосторонняя грыжа Гомо сапиенс Эта веселая песенка фронтменов латышского ансамбля Опус Мир Дзы Зивери И Иманта Ванзовича Была чрезвычайно популярна Артисты были такими любимыми Что зрители наверняка судачили на кухнях О том, что они муж и жена А милая певица на самом деле Всегда была замужем За блестящим композитором Художественным руководителем группы Зигмаром Лепиншем Кстати, и эту запоминающуюся мелодию Он придумал Я влюбился в первый раз И так хочу увидеть вас Но где-нибудь в лесу наедине Комары и муравьи Большие не другие мои И мама с папой запрещают мне Ах, не бойтесь, муравья Если рядом с вами я Обещаю до утра Защищать от комара Я и в поле, и в лесу Вас согрею и спасу Надо па-па-па-па-па-па-па-па думать Думай, 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 думай Надо, 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 папа, думать Ах, какая ночь была, и в облаках луна была И нам с тобою пели соловьи Ты мне друг, но не жених, боюсь родителей своих Но слишком горячи слова твои Чтоб вовек не забывать, разреши поцеловать Только капельку чуть-чуть, вдруг увидит кто-нибудь Завтра вновь хотелось мне прогуляться при луне Надо, папа, 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 подумать Думай, 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 думай Думай, 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 думай Думай, 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 думай Надо, 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 папа, думай Субтитры сделал DimaTorzok Семен Альтов на эстраде почти без улыбки с низким темпром. Ирония присущая только ему. Голос – это его фирменный знак. Я проверял – моментально узнаешь. Я по радио слышал. Точные слова, обороты, неожиданные повороты сюжета. В миниатюрном произведении это особенно трудно. Этот рассказ, наверное, относится ко времени, когда Семен Теодорович начал водить машину. Классика. С 16 сентября сего года произошло дорожно-транспортное происшествие на Посадской улице. Водитель грузовика Кубыкин, заметив женщину, которая стояла на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которой ни разу в жизни ни одна машина, и даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Кубыкин, убедившись, что с женщиной переходить не собирается, тронулся с места. Рыбец, видя, что грузовик едет медленно, прикинул, что, как обычно, успеет проскочить. И бросилась через дорогу. Водитель резко затормозил и сделал жест рукой, мол, проходите, гражданочка. Рыбец истолковал жест в смысле «Проваливай, пока не переедет». Кубыкин кивнул и дал газ. Рыбец решила, что кивком он дал понять «Еду, медленно проскочешь». И рванула на перерез. Грузовик встал. Рыбец остановилась, не зная, с какой скоростью он поедет, без чего не рассчитать, с какой скоростью надо перебегать. Кубыкин пришел к выводу «Женщина сумасшедшая». Дав задний ход, он скрылся за углом, чтобы она успокоилась и перешла. Рыбец разгадала маневр так. Водитель хочет разогнаться и выскочить на полном ходу. Поэтому переходить не стала. Когда Кубыкин через сорок минут выехал из-за угла, женщина стояла кавкопанная. Грузовик попятился, не зная, чего от нее ждать. Кубыкин, предчувствую, что добром это все не кончится, решил сделать крюки, проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Рыбец, не зная, что этот тип задумал, в панике бросил избежать проходными дворами с криками «Убиваю! Спасите!». В 19.00 на углу посадской и бебели они вылетели на встречу друг другу. Кубыкин едва успел затормозить. Рыбец едва успел и перекреститься. Поняв, что не раздавив ее, грузовик не уедет. Она показала Кубыкину кукиш, мол, не раздавишь. Кубыкину, которого, по его словам, уже плыли перед глазами круги, увидев в красном круге кукиш, принял его за дорожный знак «Водитель, освободи проезжую часть!» и выехал на тротуар, освобождая все шоссе идиотки. Рыбец, сообразив, что водитель в доску пьян и решил давить ее на тротуаре, где могут пострадать посторонние люди, бросилась навстречу машине, решив принять удар на себя. Кубыкин дал задний ход. Рыбец сделала то же самое. Так и не маневрировали часа четыре. Стало смеркаться. И вот тут до Кубыкина дошло. Тетку в детстве хорошо переехали, а он, очевидно, похож на водителя, который ее тогда не додавил. Чтобы она перестала бояться, Кубыкин натянул на лицо черные колготки, который вез своей жене. Глядевшись, Рыбец опознал в Кубыкине особо опасного преступника, фото которого было в газете. Она решила его обезвредить и с криком «Ура!» метнула в машину бидон молока. Кубыкин вывернул в сторону и врезался в фонарный стол, который, падая, придавил некого Сидорчука, которого действительно пять лет разыскивала милиция. Вот так, благодаря решительным действиям граждан, был задержан особо опасный преступник. Я счастливец! Я видел Татьяну Доронину еще в спектаклях Ленинградского Большого драматического театра. В пьесах Грибоедова, Горького, Володина незабываемые впечатления. А в Московском театре имени Маяковского Татьяна Васильевна сыграла Альдонсу, возлюбленную Дон Кихота, в пьесе «Человек из Ла-Манчи». Это один из первых, перенесенных на нашу сцену мюзиклов мировых бестселлеров. Партнером был незабываемый Александр Лазарев. Блистательно! О, как мне жить! Чего мне ждать? От ваших рук, от ваших глаз, на ваш привет! Ведь мне плевать, плевать на все! Плевать на вас! Твой брат и ты помочь не могут, и у меня судьба своя. Пускай клева моя дорога, Альдонса я, Альдонса я. Пускай крива моя дорога, Альдонса я, Альдонса, Альдонса я. Надо быть очень рисковым и веселым артистом, чтобы после тысяч исполнений абитуриентами театральных вузов басни «Ворона и лисица» на вступительных экзаменах читать ее, как концертный номер. Понятно, что умный и тонкий артист и режиссер Михаил Казаков пытается найти в крыловской классике что-то свое и находит. Ух, сколько раз твердили миру, что лись гнусна, вредна, а только все не впрок, и в сердце льстет всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, на ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж, собралась да позадумалась. А сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил, лисица видит сыр, лисицу сыр пленил, плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с ворона глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша, голубушка, как хороша. Ну, что за шейка? Что за глазки? Рассказывать? Так право сказки. Какие перушки? Какой носок? И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой. И петь-то мастерица, ведь ты б была у нас царь-птица. Вещунина с похвал скружилась голова. От радости в забу дыхание сперла. И на приветлив лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал. С ним была плутовка такова. Настоящая королева эстрады Клавдия Шульженко. Песня, которую она поет, называется «Немного о себе». Дело в том, что любая песня певицы всегда была о себе. Она тщательно подбирала к каждому номеру стиль исполнения, решая его как маленький спектакль. Поэтому и манера уникальная образовывалась. Доверительная, камерная, шульженковская. «Немного о себе» «Немного о себе» «Мне дорогу отыскала, которой не было и нет. Да просто надо помечтать, да просто надо помечтать Мечтать, и в этом весь секрет Когда бы вспомнить мне, друзья, все увлечения юных лет Такое вспомнила бы я, такое вспомнила бы я Какого не было и нет Но где такое раздобыть, какого не было и нет Да просто надо полюбить, да просто надо полюбить Любить, и в этом весь секрет Когда вы спросите меня, как я живу на склоне лет Отвечу я, полна огня, да-да, полна огня И юных сил Которых нет Но как вы можете гореть, когда уж молодости нет Да просто надо не стареть, да просто надо не стареть Вот так И в этом весь секрет Вот так Неохота уходить, и все тут Ноги к сцене приросли И абсолютно уверен, что вам тоже не хочется Чтобы концерт заканчивался Но делать нечего До следующей радостной встречи Буду ждать ваш Эдуард Эфиров Субтитры создавал DimaTorzok